Елена Абрамова работает по сменному графику. Дома она приезжает поздно. По словам женщины, вечером транспорт в поселок уже не едет. И с работы ее забирает сын. Практически каждую ночь в мехзаводе чувствуется неприятный запах. Причины не знает никто, однако версии существует несколько. Елена рассказала, что живет здесь больше 20 лет. И зловоние – это явление обычное. Вот только совсем недавно в воздухе появился новый аромат. В последние несколько дней слышали другой совершенно запах. Это, скорее всего, был чей-то выброс. Потому что запах со свалки мы уже хорошо знаем. И когда я живу на 10 этаже, мы выглядываем в окно и видно, как дымка ползет. И запах, естественно, этот ощущаешь, ты его уже знаешь. Это был совершенно иной запах, без дымки. Но резкий ацетон, перемешанный с пластмассой. Это было в течение двух часов. Елена живет на 10 этаже. Говорит, что летом от запаха нет спасения. Закроешь, окно жарко. Откроешь, комната наполняется зловонием. Валентина Соболева – пенсионерка. Она живет на 5 этаже. Запах чувствуется и у нее. У нас страшно. Пахнет ночью. Не каждой ночью. Но, видимо, тогда, когда поджигается вот эта свалка. И, вы знаете, невозможно дышать. Запах ужасный. Ночью это бывает. Жители дома обращались в управляющую компанию и в МЧС. В последнем ведомстве их заявку приняли к рассмотрению. Управляющая компания же заявила, что зловония не входит в список их полномочий. На момент съемок сюжета представители компании были в самом поселке. Комментировать ситуацию они не стали. Жители дома выдвигают свои теории, откуда мог появиться запах. Это или городская свалка, или злободневный полигон куриного помета в Дягилеве. Однако, рядом со свалкой никакого запаха не чувствуется. А рабочие сообщили, что за последнее время зловоний здесь не было. Другая причина – полигон в Дягилево. В этом случае все больше зависит от розы ветров. Как быть со зловонием – неизвестно. Сам поселок мехзавода, по словам местных жителей, располагается в низине, поэтому здесь и оседает весь смрад. Напомним, что в случае, если вы ощущаете в атмосферном воздухе неприятный запах, то стоит позвонить по телефону 55 00 41. Это номер оперативного дежурного ГО ИЧС Рязани. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.